Я своих диких собак повела на стрижку. Тут вот рядом у нас есть парикмахерская собачья. И так как я с ними не гуляла уже довольно давно, они меня одичали. Совсем разучились ходить на поводке. Тянут в разные стороны. Тише! О, боже! И Вася вообще стала похожа на маленького шоколенка. Шерсть у нее отросла и скаталась в валенок. За ней надо ухаживать, постоянно с кондиционерами купать, чтобы она была такая шелковистая. А у Йорка она сама по себе шелковистая. И за ней можно вообще практически не ухаживать. Но я все равно решила ее обрезать, ей шерсть. Потому что у нее начали какахи прилипать к заднице. И на шерсти болтаться потом, как сосиски. Поэтому я решила ее тоже подстричь. И посмотрим, что из этого выйдет. Вот тут у нас цветочки такие красивенькие. Лето вовсю еще. О, прощи. Привет, Ева. Я не знаю, что это такое. Та подстригли. Ева, иди сюда. Иди покажи, как тебя подстригли. Ну-ка иди сюда, иди сюда. Ой, какая красивая собачка. Вот так вот стригут. Как-то так в Корее собак. Мордочку выстригают. Тихо-тихо-тихо-тихо. Морду выстригают, чтобы вот когда собака ест, ей не мешалось ничего. И вот тут вот все выстригают. На лапках можно оставить, можно и на лапках все состричь. Я вот сейчас их отпустила с поводка, а вообще в Корее по закону нельзя отпускать собаку с поводка, даже если она размером с носок. Если кто-то нажалуется, вас по закону очень-очень сильно оштрафуют. Я вот на свой страх и риск сейчас отпустила их, так как здесь пусто у нас. И дай бог, чтобы никто не пошел, чтобы никто не напугался. Раньше было не так строго, сейчас этот закон очень ужесточили. Такие вот дела. Крупных собак вообще корейцы не держат практически. Очень-очень редко, только в своих домах. Вот наш урожай. В Корее обязательно принято убирать за собаками. Даже если это какая-то глушь, даже если вы где-то в горах находитесь. Неважно. Все постянулось тут, постянулось. Кому-то кушать надо меньше. Это у кого пузо такое толстое, а? Это у кого такое толстое пузо, а? После корейских улиц собакам лапы можно не мыть, потому что корейские улицы порой чище, чем кое у кого полы дома. Я, конечно, при увлечии, он меня дома тоже чистит. Но лапки я просто протираю. Вот когда они пострижены, им просто можно протереть мокрой салфеткой сами лапки, сами подушечки. Травы какую-нибудь найдятся. Вот так у нас хорошо. Тишина, природа. Никого нет, ни одного человека. Сюда идите. Видите, какие у нас еще джунгли, тропики, лето. Лето в разгаре называется. Какое там сегодня число? 26 или 27 октября. Скоро ноябрь. Скоро у Софии день рождения. Я помню, в ноябре София родилась 1 ноября. А 2 ноября я из роддома вышла босиком просто погулять. Такая стояла теплая погода. Как сейчас, наверное. Сейчас где-то градуса 24. И 1 ноября была вот такая теплая погода. Я вышла в больничных тапочках, в халатике. И пошла гулять. Скучно мне в больнице стало лежать. Хотя у меня была кесарева плановая. Оба раза. Говорят, что после кесарева долго там отходят, лежат. Нифига, я сразу встала. Вставать я начала практически сразу после операции. А на следующий день после операции я просто сбежала из больницы. Погулять. Все были в шоке. Врачи, конечно. Что, в гору пойдем? В гору пойдем? У меня такие собаки, они в гору вообще ходить не могут. Не любят. Им вот так вот только по ровной поверхности, по плиточке. Не настоящие собаки. Это, господи-то, собаки что ли? Одно название. Тем смешнее, когда люди боятся. Дети некоторые просто визжат, когда видят собаку. Вот такую собаку. Ну что? Ну красава, красава. Ева. 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 Так миленько они выстригают мордашки в Корее. И вот этих собак, маленьких таких, их разводят в Корее. Потом из Кореи их закупают и в Америку, и в Россию. Потому что здесь научились выводить просто микроскопических вот этих вот собак. Таких маленьких больше нигде не выводят. Я не знаю, как они добились этого. И мне даже страшно представить, как они этого добивались. Каким образом, с кем скрещивали, может с мышами. Эй, нам по-моему не туда. А нет, пойдем туда, потому что там люди сидят. Люди сидят, и вас придется привязывать. Поэтому пойдем в обход. Давай посижу тут с вами. Что самое интересное, стоит мне сейчас сесть вот сюда на лавочку. Они сядут и будут сидеть рядом со мной. Они не будут бегать без меня. Ну в смысле, вот пока я иду, они идут. Как только я остановлюсь, они тоже просто тупо садятся рядом с тобой и сидят. Нет, смотри-ка, что бегают. Бегают. Видно, так долго не были на улице. Они так соскучились по прогулкам, что... Ага, испугалась собственной тени. Тише. Ой, позорище. Ну и что вы скопились тут? Идите, бегайте, играйте. Идите гуляйте. Это первый и последний раз, когда я вас вывела за осенью. Так что идите. На год вперед нагуливайте. Все? Нагулялись, что ли? Ева. Что, на ручки? На ручки надо. Ева больше любит на руках сидеть, чем бегать, чем гулять. Смотрите, ревнует, ревнует. Тишка ревнует. Бочком, бочком ее всегда от меня отталкивает в стороны. А тебе скажи ей, Вася, я-то старуля, я-то старуля, я-то меня-то раньше взяли, меня-то сначала взяли, я уже, скажи, тут пять лет живу, а это пришла на новичка и все, и все, и все внимание ей надо. Прямо, она прям под руку, под ладошку мне залазит своей башкой. Гладь меня, гладь меня, только меня. Только меня гладь, только меня. Да? Смотри, смотри, что делает, а? Засранка. А? Тише. Без году неделя живет здесь, и все, и Евка уже не подпускает. Смотри, что делает, смотри, что делает, смотри, что делает. Просто ее выписывает и под руку мне залазит. Вот такая наглая собаченца. Йорки все наглые, кстати. Все наглые, Йорки. Пришли люди, пришлось все на поводок взять собак, потому что они бегут ластиться сразу, здороваться, тоже такие наивные. Пошлите домой, а что теперь делать? Ева, домой пойдем, все, все, домой пойдем. Всем пока, скажите, пока-пока. Тим, бли паха. Пока-пока. П motif.